Ну а теперь к другим темам. Проверенные почти полтысячи водителей исполнены свыше 170 требований судебных приставов. Госавтоинспекторы, налоговики и приставы провели совместный рейд на федеральной автодороге «Кавказ» в районе поселка Манас. В итоге взыскано свыше 120 тысяч рублей и два автотранспортных средства арестованы за долги. Охота на неплательщиков продолжается. Подробности у наших корреспондентов. За первые полчаса сотрудники ГИБДД остановили около 50 автомобилей. Среди них нарушители правил разметки, дорожных знаков и правил перевозки пассажиров. На участках с повышенной аварийностью такие рейды проводятся регулярно. И как показывает статистика, это положительно сказывается на уменьшении количества пострадавших. Плановые проверки на этом участке дороги стали обыденностью для автовладельцев. А совместные рейды этих государственных служб выявляют граждан, которые по каким-либо причинам имеют задолженности по оплате налогов и штрафов. Как говорят автовладельцы, подобные проверки идут на пользу обществу, ведь не все граждане знают о своей задолженности. Штрафы не должно быть, не знаю. Посмотрят, сейчас дадут, посмотрят, как они скажут. Как выяснилось, на сегодняшний день наблюдается тенденция роста числа добросовестных налогоплательщиков. А количество тех, кто по каким-либо причинам не оплачивает налоги, стремительно идет вниз. Где бы ни остановили, если задолженность здесь по 20-25, мы составляем материал, доставляем их в райотдел и оттуда в принудительном порядке идем. Уже люди знают, что все равно нужно оплачивать, и деваться некуда, и очень охотно, лишь бы к ним не привлекали штрафные санкции, моментально все оплачивают. Ну есть, конечно, недовольные, но 80% с кем мы сталкиваемся, нормально понимают и подходят адекватно. Оплата налогов на землю, имущество и транспортный налог – основные по количеству неоплаченных. Представители налоговой службы и судебные приставы осуществляют налоговые сборы с выявленных должников прямо на месте. Для этого здесь имеются выездные информационные базы, в которых узнать свои задолженности, оплатить их и получить чек не составляет труда. Наши сотрудники совместно с теми сотрудниками, которые я говорил, которые входят в межведомственную группу, проводят также информационную работу о необходимости своевременной и полного погашения задолженности или текущих платежей по имущественным налогам. Как утверждают представители службы судебных приставов, сегодня было оплачено около 200 штрафов и налогов на сумму около 150 тысяч рублей. Еженедельные рейды межведомственных групп такого масштаба позволяют пополнить бюджет республики и уменьшить количество неоплаченных налогов. Мы постоянно объясняем, что есть такая программа Федеральная служба судебных приставов, что вы можете узнать свои долги через интернет и можете оплачивать через интернет. Они, кто мы их останавливаем, они через интернет даже оплачивают, нам показывают через телефон свои квитанции и мы их отпускаем. Такие рейды будут проводиться регулярно и сотрудники ведомственных служб надеются, что количество нарушителей закона сократится в разы, так как для этого принимаются соответствующие меры. Кадыр Абдулазизов, Хадижа Алишейхова, Алина Бабаева, Руслан Гаджиев. Время новостей.